Сегодня по интернету мне заказ сделали написать ролик о покаявшемся разбойнике. Этот человек беседовал с баптистами, они говорят, он покаялся, никакого священства там нет, никакого рукоположения, и он в раю. Вот эта скудость мышления, и слово мышление, мышление или что, мышиная возня. Вот с этими людьми не надо разговаривать. Я одна же нашел ответ, он не прописан на небе. Ему нельзя ничего объяснить, он за что угодно будет цепляться. Вот попутно скажи, у нас второй день, Никита на кухне работает теперь. Первый? Первый, первый день. Он Сергей жестами показывает, что во время записи, в студии ведет запись, не было ни одного слова слышно. Вот он все теперь выщется, все будет делать сам. А то Никиту жалеют. Пожалейте нас. Как нам трудно, это одно и то же, ему десятки раз повторять. И мы надеемся, что будет толк. Толк, говорит, выйдет, а бесстолочь останется. А там ставка небольшая была. И вот на этого разбойника ссылаются все и православные, и сектанты, как будто бы дети разбойника. Ну, Христос сказал, он будет со мной в раю ныне. Адвентисты не верят в это. И говорят, истинно говорю тебе ныне. То есть говорю ныне, а будешь в раю когда-то. Почему? Потому что в данный момент он не может быть в раю. Потому что суда Божия не было. Как он будет в раю? Никак не может быть. И как, когда его похоронят, его же бросят в яму с разбойниками. Они не верят в душу. И поэтому опровергают слова, запятую переставили. У нас написано, истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мной в раю. Сегодня же это место очень красочно, описывает Ян Златоуст. Когда в воскресле из гробов написано, многие явились во Святом Граде. А Златоуст говорит, тот первый, который явились на небо, они увидели разбойника. И спрашивает, а ты как попал сюда? Что, воровать пришел? Грабить? То есть он расширяет это видение. Так вот относительно разбойника. Христос сказал. Христос властен поступать, как ему хочется. Он решил, чтобы не умирал Илья. Ну Илья же не умирал. Ну теперь давайте всех хватать. Илья не умирал. Не умирал. Но он умрет. Никто не минует этого. Только те, которые до восхищения церкви, то есть до пришествия Христа, то есть это одно и то же событие, до кончины мира. И они прямо, говорят, изменятся и будут со Христом. А остальным всем нужно выпить эту горькую чашу смерти. Ее так арестовали чашей, как человек пьет, и как перед смертью переморщится. В лицевой книге так написано. Христос сказал им в тот же день, и сразу же душа его была в раю. Все. Но это не говорит о том, что не надо рождения свыше. Он только признал, что он справедливо осужден, а Христос несправедливый. И попросил помянуть. И увещевал своего товарища, который перед смертью продолжал еще искать хулы. Больше там ничего не говорится. А иначе тогда вся Библия не нужна. Один стих вырвал, и все. Это чисто сектантская узость мышления. Церковь никогда, повторяю, никогда не ссылалась, например, разбойника, что не надо церкви, не надо священства. Где двое, трое собрались, там Христос. Тоже не написано. Двое собрались. Во имя его, то есть по слову его, да собраны Духом Святым. Разбойник не является ориентиром в Царстве Божьем. Он только в одном случай покаяния. Другого ничего нельзя из этого взять. А если так рассуждать по одному из стихов, как написано, блаженны нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное. Ничего не надо, ни милостыни, ни поста, ни молитвы. Нищие Духом. А это можно быстро научиться, в течение одного часа. Что требуется? Требуется признание себя никаким. У меня ничего нету. То есть нищета духовная. Я еще не обогатился. Так же не делается. Должно быть все в совокупности. Посмотри, как он жестом объясняет ему, что заливать, сколько. Показывает идти куда. Вот, видишь, как все можно сделать. Тихо, спокойно. Вот так. Идет становление повара нового у нас. А дальше видно. Вчера Никита уже баню стопил. Чуть не сжег ее. Он не понимал, сколько ложить. Даже на полке этого нельзя рукой было притронуть. Он по полной ее давил. И опять к разбойнику. Разбойник был до создания церкви. Разбойник. Церковь Христова будет создана. Христом создан церковь мою. И врата она не одолеет ее. Матфея 16, 18. Только через 50 дней. Разбойник на 50 дней раньше был уже в раю. И ссылаться на него, примеряя к церкви, никак нельзя. Церкви не было. Как, допустим, те, которые режут мощь и выкапывают, они ссылаются на Елисея. А Елисей вот прикоснулись к нему, и он воскрес. Ну, воскрес. И что дальше? Разве из этого делается вывод? Христос сказал, смотрите теперь и по пальчику, по ноготку от Елисея отрезайте. Разносите его. А потом, кажется, нанотехнология там по микрону. И вот эта святость Елисея придет к вам. Вы будете похожи на него все плешивые сделаетесь. Но нигде этого нет. Это все выдумка. Больше никто не воскресал от Елисея. И Елисеевых мощей нигде больше нет. Господь допустил, что они были уничтожены. Вот и все. Так и здесь. Разбойник был в раю на 59 дней раньше создания церкви. А у церкви определенное правило. В церковь входит человек, который уверовал во Христа, как в спасителя своего личного. Православные некоторые даже в это не верят. Служат на клиросе и не верят. Не могут принять, что возмездие за грех смерть. Из-за греха должен был кто-то умереть сам безгрешный. А безгрешный был только един свят, един Господь Иисус Христос. И поэтому ссылаться во время, когда церковь, когда поставлен епископат, когда апостолы получили Духа Святого, когда были поставлены присвятера, Господь ввел в рукоположение, никак нельзя. Это неразумно. Неразумно. Но они будут ссылаться. Даже то, что я наговорил сейчас, это немало не поможет им. И православные будут ссылаться на разбойника. Они тоже любят ссылаться. Ну а вот то-то зачем? А это зачем? Но святая говорит, как разбойник без мощей спасся. Ну и давайте ссылаться на него. Он же их не презирал в мощи. Я не презираю, но только нужно предать земле. Так и здесь. Разбойник является примером для нераскаянных грешников, которые затянули этот момент до самого последнего часа. И им дверь не закрыта. Но это говорит о том, что он со Христом не встречался. Он не уверовал. Они о тех, которые были в церкви, причащались, а потом ушли. Для таковых, говорит, нет более жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня, готово пожрать противников. Вот что. Разбойник спасен. И он является в церкви. Церковь взяла отсюда что? Спасается. Вот было уже когда церковь была, времена Диоклетиана, казнили некоторых. Он уверовал прямо во время допроса христианина. Он уверовал, как во время Георгия Победовица. А как он теперь спасется? Написано, без крещения спасается. Церковь приняла крещение в собственной крови. Тут начали еще говорить так. А вот из ребра Христа кровь и вода из стекла. Они попали на разбойника. Это означает, одной капли воды хватило, капля крови. То есть это уже басни мифотворчества поповская. Нигде это не написано. Кресты стояли не рядом. Никакая кровь там попасть не могла. Кто бы ей брызгал. И что за вода там такая? Это показано было, что кровь была уже разложившаяся на лейкоциты, на все эти вода и кровь из стекла. Это значит, он был мертвый на 100%. Он умер, умер. Кровь и вода из стекла. И он свидетельствует об этом. Интересное подтверждение того, что Иоанн утверждает. Я видел сам. Это действительно так? А сегодня 2 миллиарда мусульман не верят, что Христос умер. Не верят. То есть все ошибочно якобы. То есть сатана по-разному подходит к людям, чтобы не верили в смерть Христа. Но разбойник-то до создания церкви получил обещание войти в Царство Небесное. Вот есть в житие святого Порфирия, так кажется, и вот этот Порфирий был очень болен. В животе у него что-то неладно было, и он полз. Ты смотри, сколько он льет масла-то лишнего. Я говорил, масло растительное на плите, чтобы не было, он льет. Отстраняет его от этого. Масло, когда снимется только оттуда, даже для собак этого не делайте. На плиту убери. Зачем он туда льет, непонятно. Я же говорил, термической обработке не подвергается. Как ты его учишь-то? Когда снимете с плиты, уберете только оттуда масло. Не прикасайся к нему. Убирай, убирай. Сразу учишь его неправильно. Он и будет теперь видеть там на плите. Еще и людям показываете. Разбойник уверовал. И это несомненно. И его слова. Помяни мне во царстве твоем, егда приидеше. То есть, когда придешь, в царство твое. А Христос помянул его здесь. Вот это считается перед причастием. Церковь высоко оценила эти слова. И этот парфирик был такой настойчивый, что у него были такие, он скрюченный полз. Полз на четвереньках. И в это время он увидел Голгофу, три креста. И Христос с креста говорит разбойнику. Сойди, прикоснись к этому парфирию. И он выздоровеет. Такое житие есть. И разбойник сошел с креста. И прикоснулся к нему. И он выздоровел. Ну, ты можешь это не принимать. Это не из Библии. Но из Библии мы узнаем, да, он спасен до создания церкви. А поэтому законы, которые были до создания церкви, они в церкви Христовой не являются главными законами. Церковь взяла только в том смысле, это подобно умирает. Внезапно уверовал. Только в этом случае. И больше ссылаться на разбойника нигде нельзя. А у церкви определенное правило. Кто не родится от воды и духа. А то уже к разбойнику не относится. Воды там не было. Он не был крещен. Я много раз говорил. Вот край стола, чтобы нигде у тебя ни одна посуда не была за край стола. Да еще с запасом делай. Правильно учи его. Вот теперь я дальше и говорю. Если ссылаются на это баптисты где-то, им указать, что это не было еще церкви. Поэтому особое правило. Если православные ссылаются на разбойника, у этих больше основания. Потому что они признают церковь. Сектанты-то ее не признают. Все заблудились с первого века. До возникновения секты никого и не было. И поэтому они колобродят, что хотят. Им не объясни. Ты один раз объясни вот это. Дай ролик прослушать. И отойди от них. Иеретика после первого-второго разумления отвращайся. Почему? Потому что он грешит, будучи самоосужден. А где он самоосужден? Ну то, что он не в церкви. А церковь что такое? Я объяснял. Католицизм, православие, грегорино-армянское, копты-сирийцы. Все. Вот пять. Пять сильных. Где церковь? Остальное запредельное, далекое от церкви. Сектантство. И к этому надо относиться очень серьезно. А они не примут. А сектантов 200 миллионов. Ну что говорить? Буддистов 2 миллиарда будем говорить. Ну и что? Мусульман 2 миллиарда. Мы можем перечислять эти цифры. А для Бога-то какая разница? Если так-то разобраться. Два или один. Бог не смотрит на множество грешников. Лучше один соблюдающий, чем 10 тысяч нарушающих. У матери один сын, и он ее докормил, допоел. А у другой, я знаю, там семь сыновей, все по тюрьмам сидят. Воры и разбойники. Рада ли она будет им? Вот та мать. Так и здесь. Так, сектанты должны войти в церковь. И принять учение церкви. Что где нет епископа, нет церкви. Епископа нету. Это и не церковь. Епископ. Нас спрашивают, а кто у вас епископ? В первую очередь, мы образовались вне Московской Патриархии. Уникальность наша в этом состоит. Мы сразу получили статус общины, принадлежа к русско-православной церкви за рубежом. Вернись назад, Никита. Только сейчас говорил, за край стола не ставить. Две минуты прошло, ты опять свое. Его все время подталкивать надо. У него памяти никакой нету. Совершенно. Ну а как тогда? Никак войти в церковь. Церковь. А остальное Господь усмотрит. А православному? Православному нужно уверовать. Не жить, жить не предрассудками. Не традициями. Не обычаями. А вот так принято было. Проверь по Библии, так или нет. Если кто был в церкви, был православный, ушел куда-то в сектанты, надежды на спасение никакой. Ни малейшей. Ни на полпроцента. Почему? Потому что не почитает за святыню кровь завета. И духа благодати оскорбляет, который ему это открыл. У сектантов нет причастия. Нет крещения истинного, где прощение грехов. У них только обещание Богу доброй совести, завет с Богом заключает вне церкви. А вне церкви, хоть ты сто раз его заключай, крестись, и вместо крещения, вместо омытия, осквернения, как святые отцы говорили. А какое правильно? А католики неправильно крестят. Правильное крещение только там, где троекратное полное погружение. Доказательств о троекратном нет. Но канун 50 апостольского правила гласит об этом. Видите, как я попал на запись, когда в первый день идет активное обучение. Печь-то горит, нам идти сегодня в храм. Сегодня у нас, что получается? 23-е. 23-е августа. Вот в пятницу уже Успение Божией Матери, Успенский пост кончится. Вот что можно сказать о разбойнике. Им неправильно пользуются этим моментом, который был в жизни разбойника, который не отрицается, что он в церкви. А как тогда вошли без крещения в церковь? Ветхозаветные праведники Авраам и Саак и Иаков. Ну, правила такие были. В церкви не было, поэтому без крещения не стучите посудой. Надо внимательно смотреть. Идет запись, студия работает. Так и поэтому напоминаю вам каждый раз. Лишний раз его не трогай, пусть сделает. Потом переделает. Один раз показал, не понял. Заново все переделает. Что неправильно сготовил собакам. В деревню отнесет свиньям, по-новому готовить. И все. Вот и все. Поэтому обращаемся ко Христу, чтобы нам быть в церкви. Церковь невеста Христова. А к невесте Христовой относится ли разбойник? Относится. Видел 24 старца. Ветхозаветние и новозаветние. Объединяются вместе. Перегородки там нет. Они все вместе. Бог силен. Когда Петра спросили, а что нам делать, чтобы спастись? Он говорит, покайтесь. Запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Второе. И третье. Получите дар Святого Духа. Но когда Корнилий призвал Петра, то Господь там переставил местами. Почему? Потому что Петр, пришедшие с ним, они даже смотрели на них, как на людей, которым невозможно быть в церкви. И поэтому сначала сошел Дух Святой. Дух Святой. А потом только были они крещены. Вот так. Поэтому сцепляться за это не надо. Это начало образования церкви. И Господь силен сделать, как Ему нужно. Но общее правило такое покаяние, крещение, сошествие Духа Святого. Определенный порядок. Так и здесь. Вот попадешь в состояние разбойника, внезапно ты был взят, уверовал, а тебя уже не выпустили, казнят. Вот теперь ты как разбойник, без крещения и войдешь. Крещеный, говорит, в собственной крови. Ну а если не было крови, не распят, задушили, там сожгли, разницы нет. Церковь смотрит не на вид казни, а на верность Христу. Богу нашему слава, вовеки. Аминь. Вот если благополучно все будет, завтра понедельник. Андрей Головаевич обещал приехать, наш знакомый, в числе нашей общины. Вот. И тогда, это я говорю, самого опытного найти там по возведению дамб, дорог, и показывать. Я по интернету вчера весь вечер копировал, смотрел, как делать. Я сам работал на дорогах, был прорабом. У меня было 250 человек рабочих, 250 заключенные, охранники рядом. Я строил дороги, дома, 6 объектов. Но такого не было, обыкновенная дорога. А здесь нужно насыпать дамбу, ее сразу умять. А чем ее умять? И чтобы она не расползлась, и вторая дамба, и там вода по ней потечет. И ставить трубы, а весной будет напор воды, это понимаете, и за ней следующий пруд, еще ниже, каскад идет по пруду. Ну, просто я нигде не встречал. И нужно сделать безошибочно. И как, думаете, никак. То есть, у меня есть какие предположения, но я не знаю, можно ли это делать. Сразу же, сразу убинать эту глину, дальше сразу песок вести, опять убинать его, утрамбовывать, сколько можно, чтобы создать немножко горбом дорогу. И главное, самая опасность, что у нас ходит тяжелая техника, она все вминает. И поэтому гравий, кирпичи, все уходит вниз. Запретить ездить по этой дороге с тяжелым транспортом мы не можем. Потому что сам фермер рядом. Но поговорить можно, чтобы он ездил не по одной колее, а прожимал колесом, колесами ближе к концу. И все. Так будет. Все, отошел. Спаси Христос. Ну что, талантливый повар растет, нет? Бестолковый. Смотри внимательно. Раскладывай. Еще делаю. Флягой зажал мой костюм. Ох. Так, с собой я не беру. Вы за мной зайдете. Вчера у матушки тут в саду набрали. Видишь, какие яблочки. Все, не надо одно ведро отнести ей. Не забудьте. Я зайду, когда поднесете. Так, уже половина. Сразу выносите, чтобы мне прокинуть, как половина ведра сливной воды. Прям вышел рядом, сплеснул и все. Ушел. Сглоном. Ну, Продолжение следует...